Привет, мы находимся в Ламонаде, на Сидоровском канале. И мое внимание привлек здесь вот такой красавец плавучий дом. Согласитесь, он очень хорош. И совсем скоро приедет человек, который расскажет нам, как появился этот дом и почему на нем есть такой флаг. Орненбаумское общество любителей парусного спорта. Что это за общество, мы скоро узнаем. А пока этого человека нету, я вам еще покажу совершенно потрясающей красоты яхту, стоящую рядом. Яхта Сантана. И вот пришел этот человек, которого мы ждали. Мне он известен под именем Евгения Захарова по должности президента Орненбаумского морского фестиваля. Но откуда же... Орненбаумское общество любителей парусного спорта. А, хвостка. Но откуда же дом? Женя, расскажи. Расскажу. Как возникает идея дома? Вот кому-то очень хочется жить на воде. И он начинает думать, а каким же это образом устроится. Точно так же пришла мысль к нам. Мы живем и работаем в городе Ломоносов, Орненбаум. И у нас здесь колоссальная проблема с территориями. Ну, негде парусникам, негде любителям паруса устроиться на берегу. Ну, все занято всякими организациями, компаниями, частными лицами и так далее. И тогда у нас возникла мысль, а не сделает ли нам свой дом, офис, причал, вот такой мобильный причал. Мысль возникла, она у меня обыгралась, я стал смотреть, а что же можно сделать. Изначально была идея создать дебаркадр, то есть бетонный понтон, на котором стоял офис нашего здания. Но выяснилось, что несамоходные дебаркадры практически невозможно зарегистрировать в нашей стране. Это надо связываться с морским регистром, ГИМС это не регистрирует. И мы пошли по пути простому. Значит, мы тогда делаем самоходную базу, корпус, на котором строим наш плавучий дом. Тогда он проходит по регистрации ГИМС, в общем, упрощается. Вопрос возник, где взять денег, опять же, и сколько это стоит. Деньги мы нашли следующим образом. Мы обратили внимание на такой проект РУСФИН, это организация приграничного сотрудничества между Россией и Юго-Восточной Финляндией. Мы обосновали свою идею, что вот такой плавучий причал, плавучий дом, плавучий офис необходим в рамках этой программы. Как нам видится существование? То есть идут караваны, в лучшем случае, когда пройдут ковидные наши ограничения, идут караваны из Прибалтики, из Скандинавии, из Финляндии. Караваны 3-4 лодки мы рассматриваем, 2 лодки тоже караван. Растамаживаются они, разумеется, у нас в Кронштадте на данный момент, но потом им нужно найти какой-то такой добрый причал, гостевой, где можно было бы остановиться, постирать вещи, оставить под охраной яхту, получить информацию, отдохнуть и так далее. И вот этот наш плавучий дом, офис, он как раз и предназначен этой его цели. Это не совсем дача, это не для частного использования. Как видите, такой аскетичный дизайн нашего помещения. Я пока прошу не судить строго интерьеры, потому что это все временное, мы только что построили. Вы фактически находитесь в режиме новоселья, то есть голые стены, как бы студия. Что из себя представляет наш плавучий дом по конструкции? В основе его цельнометаллический корпус, не катамаранного типа, плоскодонный, но с килем, с специальным морским носом, то есть он разрезает волну хорошо, и уже первые морские испытания показали его отличную мореходность. Внешне параметры его 6 на 13 метров, с учетом потопчин, то есть выносных периметров, по которым можно комфортно обойти вокруг всего корабля. В данный момент еще пока у нас не устроено лейерное ограждение, но оно обязательно будет, это и по безопасности, и по требованиям, будет и носовое лейерное ограждение, кормовое и боковое. Сама надстройка размером 4 на 10 метров, то есть 40 квадратных метров, высота до потолка 2,10-2,15 местами. По планировке мы сейчас с вами находимся в кают-компании, то есть это открытое помещение с окнами в пол, такими для чего это сделано тоже, чтобы мы могли спокойно обозревать акваторию. Окна у нас тонированные и бронированные еще к тому же, компания Хороший Тон нам сделала вот такую замечательную. Вот хорошо видно различия тонировки и без тонировки. Да, как раз у консоли управления здесь оставлено место, чтобы не менять цветоощущение и светоощущение, и это удобно для управления нашей лодкой. Консоль в данном случае, вот она у нас поставлена слева, хотя чаще всего ставят справа по морским правилам, но это тоже допустимо. В консоли нам готовила компания Мобили Групп по нашему заказу, сюда сходят все, скажем, инженерные коммуникации для управления навесным мотором. В корме у нас ставится навесной мотор, разные мощности в зависимости от наших возможностей. Сюда подводятся штуртросами, механическими или гидравлическими, естественно, машинка управления вперед-назад, газ-реверс, штурвал. И на этой консоли будут выведены все приборы-показатели. Показатели у нас электроэнергия, показатели у нас кремовые насосы, в общем, все. Электричество 220-12-вольтовое. Также здесь у нас будет выведен монитор видеонаблюдения. Этот хаус-бот является не каким-то стандартным проектом, а плодом творения вас, как разработчиков, и нескольких компаний, которые... Абсолютно верно, да. Здесь много интеграции всевозможных компаний. Делал корпус и, скажем так, дизайн-настройки компания «Хаус-бот» вместе с ломоносовскими судоверфями, которые находятся здесь у нас в Раннибалме на шлюпочном канале. Это профессиональные ребята, проектировщики. И также само производство, вот это вот, оно делает специальные стапеля именно под наш корпус и так далее. В общем, да, действительно, это та кожа, которую мы одели на себя, вот, под те задачи, которые нужны были нам. Но, в принципе, например, сам корпус является универсальным, как шасси на автомобиле, а одеть можно что угодно. Точно так же можно решить любую отделку этого дома. Вот мы шли по пути такому, мы, в общем-то, дилетанты, строим первый раз дом и определялись просто эмпирическим путем. Мы понимали, что должны быть применены материалы, которые не реагируют на влажность, спокойно переносят морозы, потому что корабль должен замерзать, он не для зимнего использования. Будет вмерзать в лед, да? Он будет вмерзать в лед, да, видите, нас покачивают, это нормально, да. Он будет вмерзать в лед, он не удакуется, то есть не поднимается, подъем такого судна достаточно дорогое удовольствие. Мы спускали, когда приглашали огромный кран, Либерман, и он стоил порядка 80 тысяч, потому что вес, только вес этого корабля, поскольку он металлический корпус, 17 тонн. Сейчас это все прибавляется, но это такой вес, так скажу, является его плюсом, потому что когда мы транспортировали из шлюпочного канала в Сидоровске, мы вышли в шторм. Вез меня такой военный буксир, сзади на оттяжке другой катер держал, чтобы он меня не болтал, и волны были, ну, порядка, наверное, 90 сантиметров, метр там с лишним, это большие волны. Я очень переживал, как же поведет себя корабль. Корабль шел ровно, я называю, я молился и гордился. Потому что абсолютно непонятно, это были и испытания, с одной стороны, и в том числе, как бы, проверка на его остойчивость и келеватость, как хотите. И он замечательно себя показал в этом. Да, проход был небольшой, но все равно это было здорово. При этом еще есть возможность, дело в том, что... Да, 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 да. Глубина отрывов здесь метр двадцать, и здесь позволяет разместить что угодно. Во-первых, я собираюсь вот до паёл, то есть до поверхности, ну, скажем, напольного покрытия, которое здесь будет, я хочу здесь проложить груз. То есть, чтобы вот у меня был такой вот донный груз, который тянет меня вниз, по законам физики. Здесь всего четыре отсека, равномерно распределенные по всему корпусу, и каждый отсек имеет свое предназначение. Здесь отсек у нас для... здесь будет механизм подъемки икорей. Здесь хранение всякое может быть. Трюмы, в принципе, даже могут быть и жилыми. Позволяет там возможность все это утеплить достаточно так хорошо, и в будущем они могут даже быть жилыми. Да, вот что там? Да, в других трюмах у нас находятся емкости из поля пропилена, специально сделанные для хранения чистой воды, для хранения серой воды и сбора фекальных отходов. То есть, мы в этом смысле абсолютно автономны. И это так и предназначалось. Это место у нас, как я сказал, кают-компания. Два рабочих места, простых, офисных. Здесь у нас будет разборный стол для сбора Рейнбаумского общества любителей парусного спорта, где 12 человек, по правилам ГИМС 12 столов. Собираемся, у нас есть идея такого стола. Стол будет покрыт такой картой Финского залива, интегрированной в столешницу. Вот мы сейчас ищем варианты. Вот стулья будут простые, все должно быть легкое, компактное, все складывается в трюмы и не будет закромождения мебельного. В данном случае здесь на полу лежат панели, которыми мы будем отделывать каюту. Это тоже ПВХ панели. Но они очень такие приятно тактильные, качество лен. То есть, как бы такая рогожка, которую я покупал в Леруа Мерлин. Это все доступные материалы. С напольным покрытием мы тоже решили, значит, не заморачиваться ни с искусственным тиком, который очень дорог, ни с какими-то там ПВХ ламинатами, потому что они ведут себя тоже не очень хорошо. А мы просто взяли линолеум, который так вот напоминает палубную обшивку. Очень натурально напоминает. Очень дешево и очень сердито. Во-первых, не реагирует на воду. Он мягкий, приятный, мне абсолютно устраивает. И запаха никакого не было. Французский линолеум достаточно качественный, который я положил собственными руками. Надо сказать, что большую часть всего интерьера, надстройки и отделки делал я сам в свободное время. Помогали мне тут электрики, сантехники, то есть такие технические. Да, я, кстати говоря, прервался, что все у нас снабжено видеокамерами. Видеокамеры, которые сейчас современные видеокамеры, которые позволяют в онлайне смотреть с телефона все, что происходит здесь. И, скажем так, создавать достаточно безопасное и комфортное существование. Все проходы у нас снабжены раздвижными дверями, которые мы вот так стилизовали под морские вещи. Это просто вырезали из нержавеечки до заказу. Вставили такие пластиковые окна, чтобы стекла не трещали. И это оказалось очень удобным. Двери у нас не хлопают, не бьются. И, в общем, достаточно комфортно. Сердце нашего дома корабля, конечно, камбус. Вот камбус. Камбус – это кухня. Кухня обычная, скажем так, заказная кухня из Лера-Берлен. Но столешницу мы сделали из искусственного камня. Это легкий, практичный материал. Все это делал сам. Тоже вот все эти кафельные плиточки и так далее. Вытяжка. Очень важно, конечно, чтобы была достаточно хорошая вентиляция. Вентиляция у нас здесь решена. Но каждое помещение у нас имеет автономное вентилирование. В общем, все. Вот эта кухонка. Здесь в данный момент стоит просто летний кондиционер напольный. Но в ближайшее время здесь будет интегрирована стиральная машина с сушкой. Да, это нужно. То есть, как я говорил, яхтсмены приходят. У них накопилась грязная одежда. Да, живут они на своих яхтах. Им не нужны гостиничные условия. А вот постираться что-то, просушить, да, пожалуйста, это будет открыт доступ. Даже здесь у нас есть люк, который ведет в трюмное помещение. Он такой выдвижной тут своеобразный. Дальше идем по планировке. Значит, в этом случае у нас здесь каюта. Я ее назову капитанская, каюта командорская. Ну, в общем-то, это отдельно изолированное помещение, которое сейчас готово к отделке. Извините, здесь в таком строительном варианте это все. Ну, вот небольшое помещение, полтора на два с половиной метра. И оно вполне достаточно для того, чтобы здесь находиться. Здесь будет рабочий стол. Естественно, всякие ящички и так далее. Все компактно, как на яхте, на корабле. Но вполне достаточно. Очень важной, конечно, для наших целей была сауна. Ну, какой финн, прибалт, без сауны. И в этом смысле сауна у нас сделана большая. Вот сейчас сауна в режиме лежанки. То есть она универсальная. Все эти штуки съемные, я могу показать. И выстраивается полочек. Он достаточно быстрее хорошо. То есть полок снимается. Немножко неуклюже, но сейчас покажу это все. Таким образом фиксируются. Вот так. Насурки. Таким образом фиксируются стойки. Еще раз. И брюки превращаются в элигантную штуку. Все это проверено. Вот получается такая история. Причем интересен тот факт, что мы, поскольку у нас автономные, как бы корабли, мы не стали заморачиваться на электрические сауны. У нас честная дровяная печка, которая тупится извне на дровах. То есть остановился где-то в заливе, спокойно затопил. Да, надо иметь запас дров, но это не проблема. Что еще? Ну, разумеется, вентиляция имеется. Все окна, это мы адаптировали, адаптировали окна железнодорожные. Я вот чувствую, что что-то похожее. Здесь и двери. Очень прочные антивандального исполнения, металлические двери, которые нам предоставила наша городообразующая компания КМТ. Вот, это все продумано, решено. И, в общем-то, получается достаточно прочно и надежно. И выглядит как-то по-карабинному, да? Все закрывается. Даже предусмотрена нижняя ручка, это во время пожара, если, например, при задымлении я могу использовать эту нижнюю ручку. Далее, ну, напротив, здесь помещение, которое в ближайшем будущем превратится в санузел. То есть душевая кабина, унитаз, раковина, водогрей, все это здесь помещается. Ну, и точно так же дверка закрывается. Сзади мы выходим на корму. Корма у нас снабжена двумя такими рундуками, которые вот здесь будут интегрированы люки для хранения горючего. Например, в одном газ, в другом у нас там бензин или дрова, все, что нам надо, да? Здесь у нас трансовая площадка для установки мотора. Сейчас пока это все заложено. Ну, и, собственно говоря, вот аккуратная винтовая лестница, которая ведет на крышу. Крыша у нас планируется обитаемой. Сейчас крыша закрыта ПВХ-мембранной, легкий пластичный материал, выдерживающий любые температуры человеческие. Значит, но он, конечно, не предназначен для активного проживания. Мы хотим сделать там такую надстройку, чтобы выключить фигуру, фигуру, благоустойчивые покрытия, ну, например, искусственным газом. Значит, что еще могу сказать, чем, как мы решили обшивку. Ну, поскольку надстройка это фактически каркасный дом, я рассматривал всякие варианты. Металл мне не устраивал, он тактильно холодный, либо очень горячий, и вес его... Я пошел по пути сайдинга. Выбрал сайдинг, вот такой темно-серого графитового цвета, мне он очень нравится, в сочетании с белой отделкой. Ну, по-моему, выглядит вполне себе эффектно. Удобно мыть, герхером моешь, тряпочкой моешь, не ржавеет, легко заменяется. Поэтому пошли по пути сайдинга. Может быть, это не очень корабельный материал, но вот в данном случае так получилось решение, так же зашиты карнизы. Палуба у нас покрыта декингом, доской. Доска непростая, это импрегнированная доска, то есть пропитанная антисептиком под высоким давлением довольно долго. И эта доска обычная сосна, но при этом она очень долго служивая, такой материал. Вот, собственно говоря, и все. Вот такой простой дом, который построили мы сами своими руками для своих целей. И надеемся в нем жить, проживать, до добра наживать и их сменами делиться этим добром. Спасибо большое. Но явно будет вопрос, хотя бы примерно, сколько уже потрачено. Значит, сейчас скажу, себестоимость его по нашим оценкам сейчас порядка 4,5 миллионов. В общем-то, дорого это или недорого судить вам. Мы его строили не в коммерческих целях, у нас здесь нет никакой маржи. Мы, зная, что на рынке подобные корабли, например, стоят порядка 10 миллионов, точно такого же формата, размера и даже рядом с удоверствием. Вот, судите сами. Возможно, конечно, в эту цену входит отделка, всякие инженерные коммуникации. Мы не считали собственный труд, который здесь вложен, а здесь много человечества. Да, да, конечно. Поэтому я просто считаю по материалам. Опять же, сложно быть объективным в оценке цены, потому что стройматериалы, металл, доски, все дорожает просто в арифметической прогрессии. Например, стоимость конкурса в 2020 году летом нам обошлась в миллион рублей, сейчас это уже порядка миллион восемьсот. Но это все равно имеет смысл делать, потому что за цену небольшой студии вы получаете независимое такое жилье. Преимущества хаосботов вам известны, вы не платите налог за землю, вы не платите налог на имущество. Если у вас есть мотор, вы просто платите транспортный налог. Вопрос стоянки, где стоять, но это уже решается у всех индивидуально. У кого есть какие возможности. За хаосботами в будущем. И, между прочим, это не мы изобрели велосипед. Вся Европа, Америка живет на воде, строятся целые города, создаются такие кондоминиумы из этих плавучих домов. Наконец, и у нас в стране обратили на это внимание. И, насколько мне известно, премьер-ингостр Мишустин подписал указ об упрощенной процедуре регистрации этих домов. Чтобы владельцы домов не мучились. Корабль это или дебаркадр, катер это или какое-то судно, что это вообще такое. ГИМС страшно не любит такие постройки самостоятельные. Но это все преодолимое. И, думаю, что за этим будущее.